Мария Да, меня слышно? Да, слышно. Вас Машу зовут? Да Супер Подготовленный клиент Да Супер Так, Маша, сколько тебе лет? 27 27 Супер Ну, жалуйся Я написала так, в общем-то, кратко Чтобы относительно понятно было Благодаря сезону уже, конечно Легче со всем этим Но все равно Бывает, иногда Мелькает какие-то такие моменты Вот сегодня буквально Почему решилась написать Предложили Переход на Другую На работе, на другую должность В общем-то, тоже такое Более ответственное Дело Вот И у меня сразу Внутри какой-то страх Что вот я сейчас соглашусь Не оправдаю И Как потом Как я подберу людей То есть сразу Все это Тихо-тихо Не уходи Не оправдаю Подведу, да? Да Так Мне Ничего не чувствую Достаточно опыта в себе Постоянно Сомнение идет Что слишком Переоценивают силу Так сказать Но я В силу своего характера Вот как я и написала Убьюсь, но сделаю То есть Максимально Как бы В обряд себе Я, конечно Все это могу делать Но В общем Стараюсь Стараюсь Изо всех сил Чтобы Все получилось А зачем? Как-то так Не знаю Сама пытаюсь Ну смотри Ты говоришь Я вот Убьюсь Но сделаю Во вред себе Можешь как-то Это пояснить? У тебя же должна быть Какая-то философия То есть Чтобы заниматься Откровенным суицидом Должна быть Какая-то логика Ну Ну ты говоришь Я иду на самоубийство Потому что Потому что я должна Все сделать Так как От меня ожидают Иначе Иначе я подведу И Буду Типично Стандартно Наверное Буду Плохой Не такой Плохой перед кем? Перед Людьми Которые На меня Надеются А что такое Плохой? Критерии Какие? У тебя же должно быть Какое-то Где-то написано Вот например Вот у тебя Красная Это ты плохая А вот зеленая Ты хорошая По каким критериям Меряется У тебя есть Какая-то шоколад? Чтобы ты оценила Себя плохой Ты должна Что-то Ну как-то Это оценить Да? Нет Не то что Ну не знаю Не плохой А Что я не справилась Вот для меня Это вот Очень болезненно То есть ты говоришь О том Что ты должна Справляться Совсем и всегда Да Совсем От чего Как бы Что от меня Ожидают То есть ты сейчас Говоришь Я должна Справляться Совсем И всегда Ну в идеале Да Хотя Понятно Что да Что тема Люди И не роботы Я уже Как бы Сейчас Себе тоже Но кажется Тебе здесь Не очень это понятно Не точи Карандаш свой Давай еще раз Я должна Справляться Совсем и всегда Идеально Все что меня Просят Ты можешь Как-то Пояснить Это убеждение Иначе Что Иначе Просто Ты не справишься И если Ты не справишься Это разве Тебя как-то Характеризует Нет Нет Это я понимаю Нет Понимаешь Ты это на уровне Математической логики Да На уровне логики Но кажется На уровне Нелогики Ты это не готова Принимать Потому что Ты говоришь Я знаю Когнитивную терапию И я знаю Что это убеждение Иррационально Да Ты знаешь Что все мы люди И все мы ошибаемся И что вовсе Тебя не характеризуют Все это ты знаешь Да Да Но что-то как-то Не ложится Да А что не ложится Как ты думаешь Не знаю Честно Не знаю Ну давай подумай Синдром Синдром отличницы Наверное Это я уже понял Это Ты Америку Не открываешь Этим Давай вот смотри Ты понимаешь Всю абсурдность Убеждения Что я должна Совсем справляться Всегда На уровне логики Ты абсурдность Понимаешь А в чем абсурдность Кстати Ну в том что Человек априори Не может Сразу Знать Все Он На своем Опыте На ошибках Наверное Что-то Учится Набирается Опыта Без ошибок Это никак не сделать Без мелких ошибок Даже Ну я И бывают В работе ошибки Тоже допускаю В общем-то Ну И что В тебя кидают Шкурками от банана Нет Нет Никто не кидает Просто Шкурки от банана Летят В твою сторону Когда ты ошибаешься Что-то у тебя не получается Или Весь офис такой О боже Маша ошиблась Не говорите с ней Не говорите Отвернитесь от нее Да Ну нет Нет Не так Просто А как же происходит Понятие Что ты плохая Когда чувствуешь Недовольство Руководителя Так скажем Какой-то такой Взгляд с укором Там Какой-то взброс Как у папы Да Не знаю Не помню Как у папы А у мамы Какой был взгляд С укором У кого-то Мама У кого был взгляд С укором-то у тебя Наверное Скорее У бабушки С дедушкой Я с бабушкой С дедушкой Жила С сознательного возраста Со школы Жила ты с бабушкой И дедушкой Которые очень ценили Какие-то правильные вещи Да Что ценили Хорошее воспитание Исполнительность И кто там С укором Смотрел на тебя За какие-то Проступки Наверное Как-то дедушка Сразу вспоминается Какие-то там Ошибки Когда уроки Вместе Разбирали И кажется Он до сих пор С тобой Дедушку Может быть Потому что Твой начальник И твои менеджеры Явно не бабушка С дедушкой И там эти Явно корпоративные Отношения И явно В тебя Шкурки Не летят Да Так А что сейчас Вспомнилось Когда про бабушку С дедушкой Заговорили Сразу Почему-то Первым Первые Воспоминания Как мы делали По тематику С дедушкой Мне не получалось Он мне пытался Объяснить Какой-то пример Долго Упорно Я не понимала И чувствовала себя Жутко Тупой И провинившийся На что это Похоже Сегодня Когда ты Чувствуешь себя Жутко тупой И провинившийся Наверное Я Не допускаю Этого Поэтому Стараюсь Делать Максимально Ты только что Произнесла Правильное Слово Наконец-то Которое Пошло Уже За Когнитивную Терапию Как Это Слово Звучит Не помню Что Стараюсь Ты Скажите Ты сказала Я не допускаю Сделать Что-то Неправильно Ты не допускаешь Последствий Именно Вот здесь Кроется Первая ошибка Людей Которые Занимаются Когнитивной Терапией Они Пытаются Заходить В свою Терапию Через Логику Есть Убеждения Которые Приводят К каким-то Эмоциям Где Есть Ошибка Логики Дедукции Аргументов Фактов Но Большинство Проблем Неврозов Оно Покоится Глубже Логики Человек Понимает Все Логично Ну вот Как ты Например Но в твоем То Случа Мы Говорим О том Что Есть Глубинное Недопущение На уровне Верования Что Я не хочу Допускать Вообще Чтобы Обо мне Кто-то Подумал Плохо Я не хочу Допускать Вообще Чтобы Кто-то Был Недовольный Я Не хочу Допускать В принципе Даже Такую Ситуацию Что Кто-то Будет Осуждать Меня И я Кому-то Не Понравлюсь То есть Я В принципе Не хочу Этого Допускать Даже Потому Что Если Я Это Допущу Это Просто Неправильно Потому Что Это Ужасно Как Ты Думаешь Если Ты Веришь Что В соседней Комнате Сидит Собака Но Ее Там На самом Деле Нет И Ты Говоришь Я знаю Что Ее Там Нет Потому Что Она Не Лаяла Потому Что Там Ходят Люди Но Я Туда Не Захожу Когда Ты Научишься На уровне Не Логики А На уровне Чувства Понимать Что Там Нет Собаки Значит Если Мы Переносим Эту Метафору На Твою Жизнь Что Мы Должны Сделать С Тобой Принять Себя Что Ошибки Могут Быть Нет Не Принять Допустить 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 И увидеть Что Ничего За Это Не Будет Да Только Не Допустить А Сделать Намеренно Да Нет Вот Тут И Будет Сейчас Весь Твой Резистанс Понимаешь Вот Слышишь Что Ты Сказала Да Ты Говоришь Я Не Хочу Чтобы Кто-то Подумал Что Я Плохая Я Не Хочу И Вот Тут Ты Сама И Попалась На Самопрофанации Своей Терапии Сколько Ты Денежку Потратил На Свою Психотерапию Уже В Совокупе В Совокупе Сезон Аж Десятка Да Аж Десять Тыж Да Аж Десять Тыж Потратила Я знаю Людей Которые Потратили Не одну Сотню На Исследование Только Вот Смотри Ты Сейчас Просто Профанируешь Не только Десять Тыж Рублей Ты Профанируешь В принципе Своё Здоровье Понимаешь Вот Ты мне Сейчас Что Сказала Как ты Думаешь Сказала Всё Логично Но Нет Я так Не буду Делать Верно Молодец Ты сказала Сейчас Правду Наконец Я тебе Могу Показать Путь Но Ты Сама Должна Принять Решение Если Завтра Я 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 Потому что, когда пациент встает в позицию, я не хочу, нету запроса. Да, понимаю. Что ты думаешь об этом? Ну да. У меня к тебе вопрос, а чего ты боишься? Вот если у меня, Маш, у меня к тебе вопрос, а чего ты боишься? Вот если мои любимые паникеры, они боятся умереть, потому что им кажется, что у них сосуды порвутся от адреналина, и просто почему-то они должны умереть от каких-то событий. Но там хотя бы логика есть, там хотя бы есть физиология, которая пугает, адреналин действительно пугает. Но там хотя бы можно это объяснить. Но здесь-то, чего ты боишься? Вот ты ошиблась. Ну как ты думаешь? Сама-то себя не могу понять, потому что я понимаю, что Маша и Глаз, ну там максимум, там раз замечание, два замечания. А знаешь почему? Это даже увольнение. А знаешь почему ты не можешь это объяснить? Почему? А потому что этого нет. Ты просто зафиксировалась в определенном детском моменте, где ты в целом считывала взгляд дедушки, в целом считывала вот эти укоры таким негативным образом. Ведь тебя же дедушка ногами не бил за то, что ты не понимал ими тематику. Самое было жуткое имя его, какое-то даже молчание и недовольство. И вот это молчание, недовольство и ощущение негатива ты восприняла неправильно. И ты сказала себе, я вот буду вести себя так, чтобы вот этого молчания и негатива не было. Единственный твой путь терапии это научиться выдерживать это молчание и негатив. Если ты, в кавычках, да, осуждение чьё-то, недовольство, ошибку, это и есть молчание, негатив в метафоре. Если ты не хочешь это выдерживать и увидишь, что за этим ничего нет плохого и негативных, никаких последствий, то это не разомкнётся. То есть, ты говоришь, я всё понимаю, но на работе продолжаю виваться по старой схеме. Потому что я... Да, 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 причём я вижу, как косячат другие сотрудники, насколько они делают работу не так, как я, привыкла, там всё идеально. Я вижу, что за это ничего не будет, никаких последствий, но... А скажи мне, пожалуйста, а как бы мы могли десенсибилизировать вот эту концепцию про ошибку? У тебя есть на работе какой-нибудь человек, которому ты доверяешь? Ну, да, да. А если ты к нему подойдёшь, к этому человеку и поговоришь про свою проблему? Например, авторитет какой-то у тебя есть? Ну, начальником, наверное, могу считать. Начальником, авторитет. У тебя с ним как, доверительные отношения? В целом, да. В целом, да. Ну, такие они личностно? Ну, нет, не личные, нет. Но они доверительные. Начальник мужчина, женщина? И мужчина, и женщина есть. Прекрасно. А они в возрасте или твои ровесники? Нет, я думаю, старше. Старше. Насколько? Лет на 10, на 15. Ну, хорошо. Они для тебя авторитеты? В работе, да. Их молчание, их недовольство для тебя травматично? Да. А что, если ты к ним подойдёшь по одному? У тебя есть в корпоративной культуре возможность с ними поговорить один на один? Есть. Есть. Что, если ты предложишь выпить чай или кофе и попросишь 15 минут тебя выслушать? Что, если ты сама сядешь перед ними, перед ней или перед ним и скажешь так, как оно есть? Как бы это звучало? Да, представим, что я твой начальник. Да, попробуем сейчас этот диалог. Что бы ты начала и что бы ты сказала? Что тебя искренне беспокоит и что тебе бы очень сильно помогло, если бы она тебя выслушала сейчас? Попробуй. Начни со слов «ты знаешь». Вы знаете, если честно. Вы знаете, если честно. Сейчас. Вы знаете, если честно, я... Испытываю. Испытываю, да. Большое беспокойство и страх допустить ошибку какую-то критическую, которая в будущем может повлечь какие-то негативные последствия для вас, как для руководителя. Например, какую? Подвести. Ну, в какую-то материальную, может быть, штрафы какие-нибудь. Ну, там разные у нас корпоративные критерии, так скажем. Ну, смотри. Ну, смотри. Вы знаете, я так боюсь совершить ошибку. Она скажет, да, Маш, не парься, ошибайся. Да? Нет. Давай попробуем через душу. Через искренность. Вы знаете, если честно, меня в последнее время кое-что заботит. Я бы хотел с вами поделиться. Я надеюсь, это останется между нами. Да, конечно. Что случилось? Чем-то помочь? В последнее время я испытываю жуткое напряжение. Я понимаю, что это прозвучит абсурдно и, наверное, смешно и нелепо. Но это вообще, в принципе, структура моего характера. Я очень сильно тревожусь за результат. Я очень сильно беспокоюсь даже по тому поводу, которому не очень-то и нужно. Я всё время боюсь, что вы будете недовольны. Я всё время боюсь, что вы осудите меня. И я всё время так усердно придаю внимание мелочам, что просто в какой-то момент пребываю в жутком истощении. Мне кажется, что мне очень важно вам это сказать, потому что, возможно, у него было бы легче. Я сейчас вспомнила. У нас примерно был уже похожий диалог. Я писала ей, ну так тоже отдалённо, что вот я очень переживаю, что я не справляюсь. Там так-то-так-то. За сроки, там по срокам мы не успевали. И она, в общем-то, мне так написала, что типа, ну, сюда всё нормально, не переживай. Маш. Ну, в общем-то, мне это чуть-чуть помогло, но всё равно вот внутри у меня... Не до конца. Проговаривание... Запомни одно правило в твоём случае. Проговаривание и называние чувств их разряжает. Вот это ещё одна моя глубинная проблема. Я не могу выражать чувства открыто, что меня беспокоит. Вот тебе это... На работе и в жизни, и в жизни. Верно. Я тебе поэтому это и сказал. Проговаривание и называние чувств это единственный способ решения этой проблемы. То есть, если бы здесь сидел классический гештальтист, он бы начал бы с чего? Он бы начал бы с того их диалогов с бабушкой и дедушкой. Чтобы ты проговаривала эти чувства, которые ты испытывала, когда бабушка и дедушка молчали. Чтобы ты их называла. А потом называла их в своей повседневной жизни. Я сейчас испытываю такое-то чувство. И чтобы ты говорила со своим начальником. Тебе придётся начать об этом говорить с собой и называть эти чувства с начальником. Потому что, в принципе, это момент переноса. Что у тебя бабушка с дедушкой, что у тебя начальники. У тебя, в принципе, одна и та же будет система работать. И ты говоришь, я писала письмо. И тебе, да, становилось... Я вспомнила сейчас чуть-чуть, я забыла об этом. И тебе, да, становилось немного легче. Да. Потому что я по этой схеме и пошёл в твоём консультировании. Потому что это один из единственных способов разряжать эти проекции. То есть ты должна действовать на опережение. У меня такое ощущение, что даже если бы вот она мне сказала, что всё-всё нормально, я довольна твоей работой, я всё равно сама себя буду продолжать. Она не должна сказать, что она довольна твоей работой. Она должна тебе сказать, что ничего критичного и страшного нет. Если ты не понимаешь математику. она не должна тебе сказать, что она довольна. Она должна тебе сказать, что, Маш, ты слишком сильно придаёшь значение этим вещам. Нормальный человек. Здравый, так сказать. Как и бабушка, и дедушка должны были сказать, но если у тебя не поделчается математика, в этом нет ничего ужасного и плохого. то есть нужно разрядить эту историю. Что ты об этом думаешь? Думаю, как раз начальница выйдет из отпуска. А чего ты боишься в этих всех диалогах и вообще во всём этом? Последствия какие ты боишься? Ну, самого худшего, что может быть в этих допущениях? Увольнение за что? За ошибки? Нет, это про ошибки. Вы имеете в виду про высказывание? Ну да, вот ты назовёшь эти чувства. Я очень сильно придаю значение. Я очень сильно беспокоюсь. Я вот испытываю повышенную тревожность за результат. А как ты думаешь, что бы ты ответила, если бы начальница сказала, а что ты от меня хочешь? Вот ты с ней поделилась этими чувствами. Начальница тебе говорит, а что ты от меня хочешь? Ты бы что и ответила. Интересный вопрос. Первое, что в голову приходит. Чтобы вы меня не ругали, но она и так меня ругает. А первое, что пришло в голову, не ругайте меня? Ну, типа, если что-то будет вот так, не ругайте меня. Ты понимаешь, кому это адресовано, эти слова? Да. И кому? Дедушке, наверное. А что у тебя дедушка там в кабинете сидит? Тебя по попе отшлёпает начальница? Нет, нет. Ты слышишь, что ты сейчас, как ребёнок говоришь, не ругайте меня? А ты уверена, что начальница вообще тебя может ругать в концепции родительских отношений? Нет, нет, конечно. Да как может взрослая твоя часть отнестись к этой концепции «не ругайте меня»? Ну, что, никто не будет меня ругать, я не ребёнок, я просто рабочая единица, которая выполняет работу, и работа может быть сделана и качественно сразу, и с какими-то там ошибками. Что будет самого худшего, если ты будешь для неё плохой, она судит тебя и будет недовольна тобой? Как изменится твоя жизнь? Не знаю, никак, наверное. Я просто буду сама собой, сама себя буду ругать за это. Ну, по своему старому мышлению, первое, что приходит в голову, что я... А в личной жизни у тебя такие же садистические отношения? Нет. А что ты там не лаешь, не ползаешь, на коленях не ползаешь, из миски не лакаешь? Нет. А шейник тебе прислать на день рождения? Нет. Почему? А что ты там нет? А какая разница? Маша, вернись. Да-да-да, я здесь вернусь. Чё ты там теребишь? Я нет. Погинки утираю. Самое время, да. О чём ты сейчас задумалась? Понимаю всё. Понимаю, но что? Но хочу подчиняться. Нет. Я, наверное, нет. А что ты хочешь? Хочу спокойно работать. Ты сможешь спокойно работать только тогда, когда ты можешь понять и принять и пройти через то, что ты будешь плохой для кого-то. Вот что ты кому-то не понравишься. Вот что кто-то будет тобой недовольный. И что ты даже можешь подвести людей. Вот, например, я в субботу пришлось мне отменить шестое занятие базового курса, потому что я так уж случилось, поскоро уехал в хирургию. Ну, так уж произошло. А потом я был готов на 90% отменить ещё понедельник сегодняшней точку роста, вторник группа, потому что вряд ли меня бы выписали так скоро. Я был готов поставить людей в неудобное положение. Потому что так бывает. Я же не забухал. Я, извините, меня на хирургическом столе лежу. Но как бы неудобняк вести вебинар с хирургией. Если ты ошибёшься, если у тебя не получится, говорит ли это о том, что ты плохой человек? Нет, нет. А почему ты не хочешь быть плохой для кого-то? Потому что было бы неплохо быть всегда хорошим. Кто тебе такую глупость сказал? Кто тебе сказал, что было бы неплохо быть всегда хорошим? Это вот откуда вообще? И возможно ли вообще это? Нет, нет, конечно. Нет, подожди. Что ты тебе противоречишь? Ты говоришь, я понимаю, что это невозможно, но было бы неплохо. Там даже было бы неплохо не канает, потому что быть хорошей невозможно ни для кого. Потому что сегодня ты хорошая, а завтра ты плохая. Как это было бы неплохо быть хорошей? Это убеждение, оно в принципе базово ведёт тебя к трагедии. Ну, по определению. Как это было бы неплохо быть для всех хорошей? Это невозможно. И ты действительно веришь в то, что это возможно. И ты говоришь, Лёша, я всё понимаю, но я всё буду стараться быть для всех хорошей. Я говорю, Маша, это невозможно. Ты говоришь, я понимаю. Но было бы неплохо быть для всех хорошей. Я говорю, Масянь, это невозможно. Ты же да. Но я всё равно буду убиваться, но я буду жрать кактус и вытаскивать из задницы иглы. Я говорю, ты понимаешь, что ты сама идёшь на суицид. Транзактный анализ – это посыл не быть. То есть, это в принципе самоубийство. То есть, это латентный суицид. Ну, если чё. Да. И чё ты хочешь? Ты хочешь умирать? Нет. Ну, а чё ты идёшь к этому широко раздвинутыми ногами? Ну, в смысле, шагаешь. Нет, я уже делаю какие-то шажочки обратные. Точнее, не обратные, я замедляюсь в этих шагах. Сейчас уже себя оттормаживаю. Стараюсь. Ты понимаешь, в чём проблема? Ты хочешь страдать, и ты хочешь быть хорошей. Твоя терапия в реверсном нежелании быть хорошей. У тебя ошибка в том, что ты хочешь быть хорошей, искренней. И ты пытаешься на ёлку сесть и жопу не уколоть. Ты говоришь, я очень хочу быть хорошей, в то же время я и как бы пытаюсь идти по терапии. Оно не получается, потому что оно противоречит друг другу. Терапия тебе говорит, будь для всех разной, и это нормально. Ты говоришь, нет. Я должна, было бы неплохо, быть для всех хорошей. И получается, ты делаешь шаг назад, шаг вперёд. Шаг вперёд, шаг назад. Потому что ты сама профанируешь собственные убеждения о том, что это невозможно. Ты говоришь, возможно. Я вот убьюсь, но сделаю. Ну, в идеале, да, потому что работник должен хорошо выполнять свою работу. И вот видишь, в чём правда? В идеале, да. Работник должен хорошо выполнять свою работу. Я согласен. Работник должен выполнять свои производственные и технические обязанности. Я согласен. Да, безусловно. Но работник не должен убиваться и не должен испытывать таких страданий, если у него что-то не получается. Ну, это может тогда говорить о том, что работа не подходит ни по твоему уровню, ни по твоим силам. Это может говорить о том, что ты выбрал работу достаточно сложную. И ты, если бы взяла позицию попроще, возможно, тебе было бы проще. Но в то же время это не исправит ситуацию. То есть, если у тебя действительно сложная работа, с которой ты действительно не справляешься, и которая тебе не подходит, то это лишь как бы очевчает ситуацию. Но в любом случае структура твоей психики, она, понимаешь, тебя в Макдональдс поставь. Да. Я думаю, мне все говорят, что на любой работе будет. Конечно. И ты все равно будешь бегать со словами, досолила я картошку или нет. Там же люди едят, а там же, как это, я плохая. Сейчас они сели в машину, жрут картошку. Я не посолила, все. Прибегаешь к директору, увольте меня, я плохая, увольте. Она говорит, Маш, ты все хорошо? Я не досолила картошку, люди страдают в машинах. Она говорит, что за женщина? Кто взял ее на работу вообще? Увольте меня, я вас прошу. Люди страдают, картошку не досолила. Это в принципе маленькая девочка, которая кричит, дедушки, выгони меня, я плохая, я не понимаю математику. Я плохая, не трогайте меня, я не понимаю математику, я плохая. Это та самая девочка. Что ты сейчас думаешь? Со стороны это слышать так, да, необычно, отрезуляюще. И что ты думаешь об этом? Даже в тему посолить картошку, сегодня было такое собрание, на котором я уже тоже практически открыто там готова была какие-то свои ошибки признать и говорить, что все из-за меня. Что не признала? Да что-то как-то тема перевелась. А что, ты только плохой перестала быть? Ты хочешь, чтобы тебя наказали? Нет. А что тогда? Наоборот. Что же наказывать? А кто тебя наказывает? Да никто, никто не понимает. Нет, ты не понимаешь. А ты не хочешь попытаться ошибиться и увидишь, что за этой ошибкой будет? Ну, намеренно. Была недавно ошибка, но тоже, в общем-то, там казалось, что все, трагедия, катастрофа, но, по сути, в общем-то, ничего страшного не произошло. И в этом и есть, в этом и есть твоя беда. Я тебе по этому пути, тебя и не веду. Что ты даже, если ошибешься, и начальница тебе скажет, ну да, но ничего страшного, не реви, тебе это не поможет. То есть, сколько бы ты раз не ошибалась и не видела, что за этой ошибкой ничего не происходит, это будет то же самое, что, помнишь, я тебе про комнату вначале говорил? Вот ты будешь заходить в комнату, будешь видеть, что собаки нет, будешь кивать головой, но все говорит, а вдруг собака есть? И точно так же ты будешь совершать ошибки, начальница будет говорить, ну бывает всякое, ничего страшного, ты говоришь, нет, я говно. А она говорит, да и нет, все хорошо, нет, я говно. А она говорит, да нормально, все, ну все ошибаются, все вы что-то прошли, и такая работа. Нет, я говно. Потому что ты в это веришь. Потому что взгляд и фразы дедушки тебя охарактеризовали. И ты в это поверила до глубины души. И ты с этим живешь ощущением. У тебя нет ощущения, что ты нормальная. У тебя есть ощущение, что ты говно, и сейчас это все узнают. А ты уверена, что девочка, которая не понимает математику, такая плохая? Ну, конечно. А почему ты тогда веришь в то, что ты априори плохая, и сейчас все об этом узнают? И что будет, если ты будешь продолжать выбирать, так думать? Что будет дальше? Ну, вообще загнуть. В плане времени. Ну, загнуть-то ты не загнешься, но будет-то что? Как будет выглядеть твоя жизнь, если ты не захочешь сама это менять? Так же будет. Хуже, хуже. Будет так же, будет хуже. Что еще будет? Следующий вопрос. Что тебе нужно, чтобы перестать верить, что если кто-то подумает о тебе плохо или осудит тебя, что это выносимо и нормально? Что тебе для этого нужно? Что тебе нужно, чтобы преодолеть вот этот момент, что ты совершил ошибку и что ты нормальная? Что тебе для этого надо? Надо совершить ошибку. Ты уже ее совершала, тебе не помогло. Ты уже совершала ошибку, тебе сказали, что ты нормальная, не парься, тебе не помогло. Что тебе нужно? Ты совершала ошибку, тебе начальница сказала, что все нормально. Ты написала ей письмо, говоришь, я очень переживаю. Она говорит, что все нормально, не переживай. Что тебе нужно для этого? Ну, подумай. Это же тебе нужно. Я пытаюсь. Чьи-то слова, чья-то поддержка, чьи-то действия. Давай представим себе. Ну, близких что ли? Что? Близких что ли? Ну, не знаю даже. А с кем ты живешь? Одна. Одна. В 27 лет? Да. А что так? Ну, так получилось. А что с парнем? Пока нет. А был? Работа напряженная. Пока все время. Ты же там убиваешься, да? Кому нужна убитая женщина? То есть ты решила сознательно суициднуть? Да? Нет. А что? А что? Ну, как ты, ну, знаю. На автомате, видимо, так. Ну, на автомате ты идешь к успеху. Тебе 27. И ты убиваешься, но делаешь. Причем никому это там особо не нужно. И тебе все говорят, ну, слушай, ошибайся, не ошибайся. Корей, все хорошо. И ты сознательно вот там убиваешься. При этом личной жизни у тебя отсутствует. Подруги, хобби у тебя есть? Да. Это да. И как ты ошибаешься с подругами? Ошибаюсь, наверное, никак, но тоже делаю все максимально, чтобы. Чтобы? Ну, там, не отказываю, там, все-все-все делаю. Ну, все-все, в общем, черт себе. Если что-то надо, я всегда все сделаю. А что будет, если ты откажешь? Расстрою человека. И что будет? Маш, ты понимаешь, что нам с тобой придется учиться расстраивать людей? Это сердцевина. Нам придется с тобой учиться расстраивать людей. И я бы сказал так. Разочаровывать. Разочаровывать, расстраивать. И выдерживать это. И дать себе право, подчеркни это, право расстроить и разочаровать людей. Слово «право» подчеркни. Скажи еще раз это слово. Дать право расстраивать и разочаровывать людей. Еще раз. Еще раз. Дать себе право расстраивать и разочаровывать людей. Потому что? Потому что это банально, нормально для всех людей. Каждый человек может в чём-то подвести. Ещё раз произвести слово. Мне нужно научиться... Мне нужно научиться давать себе право разочаровывать и расстраивать людей. Почему? Потому что я не должна, как всегда, и во всём для всех быть нужной, идеальной и праведной. Если я разочарую и расстрою людей, то что? Ты будешь об этом думать? Как ты к этому отнесёшься? С рациональной точки зрения. Сейчас очень с рациональной, да. Вспоминай негативные, здоровые эмоции. Мне будет жаль в какой-то степени. Я буду сожалеть об этом. Но тоже, опять же, понимаю, что сейчас уже благодаря сезону, что человек сам разочаровывается. Другой человек. Он сам выберет, что он разочарован. Умничка. А ты меня не видишь, да? Нет, сейчас нет. Всё, отключим. Не видишь. Потом придётся пересмотреть. Неважно. Закрой сейчас глаза. Да. Закрыла? Угу. Представь себе весы. Представила? Да. Как они выглядят? На цепочке две тарелки на цепочке. Символ некой несвободы, да? Угу. Две тарелки. Что на этих двух тарелках? Пока ничего. Пусто. Смотри. На одной тарелке твоё здоровье, твоё будущее, твоя жизнь. Представь это. Представь это. Твоё здоровье, твоё будущее и твоя жизнь. Угу. На другой тарелке. То, что иногда люди могут расстроиться, разочароваться. Подвести, можешь, кого-то. Даже наступить на таракана и убить его. Ненарочно. Что перевешивает? Пока первый образ был, что второе. Но нам надо перевесить. Вот тебе и вся правда. Ты готова умереть. Только чтобы люди не расстроились и не разочаровались. И это твой жизненный выбор. Эти весы и есть твоя жизненная позиция, поэтому тебе не получается. Это твой выбор. И это твой личный выбор. Поэтому тебе никакая терапия не зайдёт. Потому что у тебя твоё здоровье, твоя личная жизнь и твоё будущее ничего не стоят. В соотношении с того, что кто-то может расстроиться, разочароваться. И где-то ты можешь быть неудобной. И это твоя позиция. И пересматривать или не пересматривать эту позицию со здоровьем и с будущим можешь только ты. Да, твой терапевт может вести сознательно об этом диалог, но он должен знать, о чём говорить с тобой постоянно. Возвращать тебя к этим размышлениям. К этому выбору. И это фактически... Помнишь, я неоднократно произносил слово суицид? Это фактически рядом с тем, что к тебе привели пациента с попыткой суицида. И у тебя есть нежелание отговаривать его. А у тебя есть просто один вопрос. А расскажи, что ты выбираешь не жить-то? Ни один терапевт мира не заставит пересмотреть этот внутренний выбор. Но мы можем попытаться дать клиенту задуматься. Задуматься о этих чашах. И иногда в жизни происходят какие-то события, которые могут качнуть эту чашу в твою сторону обратно. Есть такая прекрасная книга. Я тебе её бы порекомендовал в качестве литературной терапии. Вероника решает умереть. Почитай. Я не буду ничего говорить про эту книгу. Просто почитай. Кино не смотри. Кино посмотришь после книги, тоже есть кино. Почитай. Космос не смотрела, слышала. Просто почитай. И я очень надеюсь, мы сейчас уже заканчиваем, что в твоей жизни не произойдёт событий, которые заставят тебя качнуться в сторону здоровья твоей личной жизни. Но что-то качнёт. Что качнёт? Я не знаю. Может быть, в какой-то момент ты сама устанешь и скажешь, да, я имею право на свою жизнь, на своё здоровье. Я имею на это право. Может быть, появится в твоей жизни мужчина, который... Я почему и спросил? Потому что это очень важный ресурс для тебя, мужчина. Который даст тебе ту самую силу качнуться. Может быть, это будет мужчина и твой ребёнок. Когда ты забеременеешь, и когда ты родишь малыша, у тебя появится то самое, что гораздо более ценное, чем то, что кто-то расстроится. Потому что сейчас у тебя твоя жизнь, она не стоит этого. В твоём понимании. Да, она обесценена. Она обесценена, безусловно. И вот если ты наделишь свою жизнь, может быть, ребёнком, может быть, мужчиной, может быть, семьёй, это будет та самая ценность, ради которой ты сможешь качнуться в сторону себя, ребёнка и семьи. Слови, да, кто-то может расстроиться. Да, я могу кого-то разочаровать. Да, я могу быть неудобный. Так бывает. Мне очень жаль, но так бывает. Потому что иначе ты сейчас находишься в треугольнике исключительно жертвы. И причём это жертва с высоко поднятыми руками. Ты говоришь, стреляйте, я готов. А я не собираюсь быть твоим спасителем. Я могу тебе только показать, какую философию ты выбрала. И попытаться показать тебе, что на этих весах можно наложить гирьки в обратную сторону, но будешь ты их накладывать или нет, это решишь ты. И это не ошибка убеждений. Это не ошибка когнитивной терапии. Это не ошибка психотерапии. Это выбор личности. Глубокий, фундаментальный выбор. Он у нас, когда этот пилот приволок самолёт в гору, это был глубокий выбор человека. Продуманный, глубокий выбор. И у тебя продуманный, глубокий выбор. Моя жизнь не стоит здоровья, будущее, не стоит по сравнению с тем, что кто-то разочаруется и расстроится. Это твой выбор. И ты его не собираешься подвергать сомнению пока что. Ты говоришь, нет. Это уже сейчас абсурдность чувствуется. Найди книгу, прочитай её за поем и вспомни меня и то, что я тебе сказал. Это уже, да, надо сейчас переварить. Пересматривай этот кейс почаще и переваривай его. Потому что это философия, которая придёт с тобой. Просто вопрос во времени. Либо ты окажешься на больничной койке и в какой-то момент этот маятник качнётся в обратную сторону. Либо ты будешь при смерти и этот маятник качнётся в обратную сторону. Либо ты всё потеряешь и этот маятник качнётся в обратную сторону. Либо ты влюбишься, найдёшь мужчину, родишь ребёнка и он качнётся в обратную сторону. что-то должно произойти, но оно произойдет. И мне очень хочется, чтобы это что-то было максимально позитивным. Мы можем этот кейс выкладывать на YouTube? Да, конечно. Спасибо большое. С чем ты уходишь после сегодняшнего занятия? Я буду внутри прорабатывать. Не надо ничего прорабатывать. С каким ощущением ты уходишь? С тем, что я буду давать себе право на свою жизнь, на то, чтобы жить своей жизнью, беречь здоровье. Ради чего? Делать все максимально. А ради чего тебе беречь здоровье? Ради себя. Ради себя? А когда ты берегла здоровье ради себя? Ты ради себя хоть что-нибудь делала в своей жизни-то за 27 лет? Кого ты обманываешь? Ты хочешь мне сказать, что ты сейчас выйдешь из терапии и пойдешь ради себя что-то делать? Ты серьезно думаешь, что я в это поверю? Буду стараться. Буду стараться. Нет, Маш, не будешь ты стараться ради себя. Ты 27 лет не старалась ни разу ради себя. Ты все 27 лет старалась ради других. Запомни мои слова сейчас. Ты будешь стараться только тогда ради себя, когда это будет осмысленно, потребно. И что-то надо в твоей жизни сделать, чтобы ты сказала, да, Маш, надо ради себя стараться. Это должен быть какой-то смысл, чтобы стараться ради себя, ради своего здоровья. То есть, ты должна иметь какую-то ответственность, или должны быть в твоей жизни какие-то люди, которые наполнят твою жизнь смыслом. Например, я должна сохранить здоровье и подумать о себе, потому что у меня как бы вообще-то есть ответственность перед ребенком и семьей. Вот тогда это будет аргументом, возможно. Просто так 27 лет ты ради себя ни хрена не делала. Ты все делаешь ради друзей, подруг, начальников и убиваешься ради них всех. Ради себя ты не делаешь ничего. Ты когда себе последний раз подарок покупала? Вчера. Умничка. Что купила? Парфюм закончился. Если можно считать. А если не то, что закончилось, а чем ты себя радовала? Вот просто потому, что не то, что закончился парфюм, и трусы все стираются, а потому, что просто захотела себя порадовать, потому что ты умничка. Даже не знаю. Точка роста, наверное, из последних таких, что я себе позволила. Точка роста – это тот курс, на котором ты находишься? Да. Это ты себя порадовала так? Ну, да, отчасти. А сколько ты весишь? 49, 10 в среднем. Ну, летний вес такой, легкий. А рост? 170, примерно. 172. То есть ты достаточно худенькая? Да. А были проблемы с весом? Нет. Ну, я всегда, я просто всегда худая. Но в таких критичных нет. Никуда не уходила. Критичные значения. Хорошо. Это радует. Нет, в целом, все нормально. Из последних, когда я сейчас тоже такое нашла себя душу, ну, такое туристическое, так скажем, поездки там всякие, на выходные. Можно сказать, что этим себя радует. Выезды на природу. Какие туры? С кем? С коллегами иногда. Иногда там просто такие сборные группы, получается. Хорошо. Еще одна тебе рекомендация. Ты в каком городе? Суфа. Да? Какая прелесть. У вас там есть на проспекте Ленина? Угу. По-моему. Или на Цюрюпе улице. Угу. Психотерапевтический центр какой-то. Если мне не изменяет память. Поищи групповые занятия. Тебе очень было бы неплохо походить на очную группу. Объясню смысл. Тебе очень важно научиться раскрываться перед людьми. И раскрывать и твой страх быть непринятой, осужденной и неправильной. Попробуй найти такую группу. И если ты найдешь такую группу, если не найдешь такую психотерапевтическую группу, попробуй найти хотя бы как в виде хобби курса актерского мастерства, где вы будете с группой ставить какие-то постановки. Там ты тоже раскроешься хорошо в группе. То есть, тебе очень важно, чтобы ты имела хобби, и твоя терапия проходила все-таки в групповом формате. Где ты могла бы делиться своими чувствами и на практике видеть, что от твоих ошибок, от твоих случайностей, нелепостей, неудобств и так далее ничего не случается. Understand? Да. С чем ты уходишь после занятия? С правдой, чтобы я делал. Я хочу, чтобы ты делала себе больше подарков, чтобы ты задумалась о себе. Знаю. И я хочу, чтобы в твоей жизни появился мужчина, который тебя очень сильно будет ценить и любить. И защищать. И я думаю, что оно так и появится, оно так и будет. И ты закончишь вот это самое стязание. И думаю, что ты будешь неплохой женой, кстати. Да, идеальная жена, которая все делает, заботится. Это уже другая страница твоей книги. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Офе, большой привет от меня. Спасибо. Счастливо. Здоровья тебе тоже. Пока. Ну что же. Краткое содержание предыдущего кейса. Сложный на самом деле кейс. И кто будет потом смотреть в копии из коллег. Коллеги очень полюбили эту историю. Кому-то нравится. Кто-то вдохновлен. Кому-то нет. Но кейс очень непростой. Потому что он... Очень глубокие вещи. И вот так просто с кондачка, да... Сложно было подступаться. И вы понимаете, что мне пришлось потратить время, чтобы по-разному попробовать, посмотреть и показать эту философию. Не всегда с этим внутренним ребенком. Можно, понимаете, Алтын, можно подходить по-разному. В этом и есть мультимодальный подход эмоционального интеллекта. Мы не можем... Вот знаешь, вот в старых школах психотерапевтических подходили, вот только про все про внутреннего ребенка гналось. Кто-то подходил, и все гналось только про вот там гештальт. Я показал здесь сочетанную концепцию. Где-то я показал гештальт. Где-то я показал анализ. Где-то транзактный анализ. Где-то когнитивную терапию. Где-то какую-то философию экзистенциальную. То есть, если бы специалисты пересматривали этот кейс, то они бы увидели здесь и экзистенциального много. И когнитивных искажений, убеждений глубинных проработок. И гештальта. И чего-то только не было. Очень по-разному можно пытаться подходить аккуратно к клиенту. Пытаясь показать ему этот его собственный выбор. И целью моей терапевтической в данном случае являлось заставить, попытаться клиента увидеть собственный выбор. Все это поняли? То есть, я пытался все время приводить к позиции, что это твой выбор? Как ты это делаешь? Что это не просто ошибка диспута. Это не просто ошибка... Убеждений, что ли. Это глубокий, очень... Вот можете представить эту девочку маленькую? Она... Кто-то даже плакал. Она искренне... Можете представить, вот эти цепи, вот эти блюдца, на одной чаше ее жизнь, здоровье и будущее, а на другой чаше, что кто-то расстроится, разочаруется, и это перевешено в другую сторону. Можете представить, насколько она внутри готова идти практически на верную гибель. Вот вам кейс. И это вам не ВСД с паническими атаками. Единственный способ психотерапевтической интервенции это попытка... Понимаете, да, вот коллеги? Это попытка привести ее к этому выбору, осознанию этого, раз. После этого осознания она будет с этим как-то жить. И я немножечко вперед забежал, потому что я за 10 лет таких маш видел в терапии очень много. И я вижу их в катамназе, как они справились с этим. То есть, я не просто ей сказал про вот эти вот будущие моменты. У меня за 10 лет этих ситуаций было в терапии очень много. И я знаю, как это было, и как люди потом выходили из этого. И все девочки вот с такими историями, это, как правило, должно качнуться обратно. И у каждого из моих пациенток качалось что-то по-своему. Какие-то аргументы появлялись. Но в ее случае, конечно, это про любовь. Да, в ее случае это про любовь. В ее случае это про принятие. В ее случае это про друзей. В ее случае это про поддержку. В ее случае это про присутствие. Именно поэтому я и говорил про группу. Именно поэтому я и говорил про театр. Именно поэтому я и говорил про любимого, любящего мужчину. И про ребенка. Это то, что даст ей вот этот ресурс наполнить свою жизнь любовью, смыслом, и тогда у неё всё будет получаться.